Здарова всем, с вами HillHertz, и сегодня я расскажу вам о микрофоне AKG P220. Микрофон не мой, мне его никто не засылал, а лишь дали во временное пользование на месяц. В рамках видео я постараюсь рассказать максимально кратко и подробно об особенностях микрофона. Также у меня есть его младшая модель, AKG P120, так что можно будет даже сравнить в некоторых аспектах. Необработанные тесты звука также будут. Что меня сразу повергло в шок, это целый кейс для микрофона. Выглядит роскошно и презентабельно. Если приклядется поближе, то можно заметить, что не все стыки в кейсе подогнаны идеально, но это уже придирки. В комплекте есть сам микрофон, и ещё к нему идёт держатель паук, ну и также дополнительно запасная резиночка. Но на самом-то деле AKG P220 от 120-го отличается по большей мере расцветкой защитной сетки и наличием кейса с пауком. Комплектация весьма жирная, что и говорить. Давайте покручу микрофон в руках, дабы была возможность его получше рассмотреть. Как и сказал, главное отличие в цвете защитной сеточки, ну и AKG P220 весит немного больше. По переключателям. Слева на корпусе имеется фильтр низких частот, а справа аттенюатор, позволяющий записывать громкие инструменты при необходимости. Важно понимать, что это XLR микрофон, и ему обязательно требуется фантомное питание, а в идеале внешняя звуковая карта. В противном случае подобный микрофон просто бесполезен, как мне кажется. Микро весит 520 грамм, а паук к нему ещё 420 грамм. Как итог, почти килограмм, которым при желании можно даже защищаться. Паук хотелось бы выделить отдельно, он изготовлен из металла и качественно покрашен. Само крепление внушает доверие и держит микрофон в любом положении очень уверенно. Ради интереса я установил микро и паук на свой старый пантограф. На удивление, если затянуть резьбовые элементы, то можно даже найти устойчивое положение. Также сразу скажу, что использование паука и пантографа – обязательное условие, так как любые лишние звуки по столу будут передаваться в запись. В тестах звука микрофон будет закреплён на пантографе, а также оснащён поп-фильтром. Расстояние до микрофона, как всегда, 10-15 сантиметров, а уровень сигнала буду ловить в жёлтых пределах в ОБС. В звуковой карте усиление для микрофонного входа на 12 дня. Уже сейчас вы можете слушать живой звук с микрофона AKG P220. На столе он у меня закреплён через пантограф, это раз, и потом дополнительно микрофон находится, получается, в родном креплении по ухе. Вот, чтобы было меньше вибраций. Вот, я бью по столу сейчас в режиме реального времени, возможно, вы в теории слышите. Стараюсь делать так, чтобы в жёлтых пределах у нас уровень сигнала находился, для этого у нас стоит усиление. Без усиления это выглядит примерно вот так. Сейчас я помолчу, и чтобы было можно понять уровень собственного шума. Уровень собственного шума мы уже, в принципе, узнали. Если накинуть буквально шумоподавление, то сигнал становится гораздо лучше, гораздо более качественный. Но какие-то неприятные призвуки появляются, которые тоже не очень приятны. Если взять старое шумоподавление, то звук будет просто ужаснейший. Вот, в режиме реального времени вы можете заметить звук, как из бочки. Так что, либо с шумоподавлением, либо без шумоподавления вообще. Ну, а если вместо усиления поставить компрессор, то звук, в теории, возможно, станет ещё лучше. Если мы сверху накидываем шумоподавление хорошее и компрессор, то вот такого звука можно, в принципе, и добиться. Давайте я верну на усиление, на дефолтные настройки, и мы продолжим наше тестирование. Сейчас я говорю в заднюю часть микрофона, примерно с того же расстояния, через поп-фильтр, чтобы можно было понять, насколько хорошо микрофон ловит звуки сзади. Теперь мой любимый тест. Я, короче, ртом говорю слова, руками, пальцами на клавиатуре что-то набираю, клацаю пробелы для того, чтобы можно было понять, насколько хорошо микрофон ловит звуки позади себя. Сейчас для полной картины поклацаю мышкой. Вот так клацаю мышкой, говорю, в принципе, можно было понять. Из интересного, на данный микрофон просто великолепно ложатся фильтры изотопа, потому что он более-менее качественный, и вот такого более-менее плотного, хорошего, сексуального звука можно добиться. Но, опять же, в остальном целом, вот более-менее обработанный сигнал, получается шумоподавление, компрессор, и примерно вот такого звука мы с вами можем добиться, если захотим. Можно еще дополнительно поиграться с пропускным уровнем шума, потом, ну, чтобы посторонние звуки, вот я, например, бью по столу, это не захватывается. В целом, очень годный девайс, но, опять же, как по мне, по-моему, он для более-более таких, правнайте, профессиональных задач. Лично я остался в восторге от микрофона. Выглядит так же качественно, как и младшая модель, однако дополнительно имеет великолепный паук. От себя лично хотелось бы добавить, что подобные микрофоны, настоящие конденсаторные, захватывают слишком много посторонних звуков. Это я к тому, что лучше всего они себя проявят в студийных условиях. Для стримов или записи видеороликов подойдет и микрофон попроще. Это уже лично мой опыт, к которому я пришел, проведя почти два месяца с AKG P120. Ну а вообще, AKG P220 – отличный микрофон за свою стоимость. Из ближайших конкурентов, наверное, это аудиотехника AT2020 или Behringer B01. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.